ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВА 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 ПРОИЗОСЛАБЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА СНГ ПРОИЗОСЛАБЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОИЗОСЛАСЬ КАРУСЕЛЬ МЕЛКИХ ФОРМ ПРОИЗНИКАТЬ НОВЫЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ АББРЕВИАТУРЫ обозначающие все новые и новые союзы и альянсы появилось групповое противостояние прежде всего между ГУАМ и ОДКБ произошло вхождение ряда новых независимых государств прежде всего Эстонии, Латвии, Литвии, Евросоюз и НАТО состоялся уход от единой валюты и если когда-то казалось, что рубль останется платежным средством на территории бывшего Советского Союза или хотя бы в таких альянсах, как Россия и Белоруссия то даже этого не произошло появились новые конкурирующие газо-нефтепроводы железнодорожные путевые ветки которые в интересах разных государств и создание одного трубопровода может быть в интересах одной группы государств в то время как оно же может подрывать экономические интересы другой группы новых независимых государств не сложилась единая таможенная политика таможенный союз не был создан и произошел отход от принципа внешних границ содружества поскольку ранее предполагалось что возможно совместная охрана внешних границ бывшего Советского Союза но в 2006 году Таджикистан стал последним из 15 государств который взял собственные границы под охрану приняв их у российских пограничников и идея единых общих внешних границ содружества перестала существовать произошли так называемые цветные революции в ряде государств прежде всего на Украине и в Грузии события в Киргизстане имели несколько другой политический характер и вот эти цветные революции носили даже не антисоветские а здесь я хотел бы ввести новый термин антипостсоветский характер в том смысле что они вычищали остаточный советизм из элит этих государств сменяли правящие элиты на новые которые уже совершенно однозначно не носили на себе родимых пятен советского происхождения три государства выделились в состав НАТО и Евросоюза Эстония, Латвия, Литва четыре государства создали группировку Гуам Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Молдова Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова когда-то давали два У в названии группировки Гуам но впоследствии Узбекистан переключился на членство его ДКБ и в Гуаме остались Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова мы упоминали в ходе предыдущих лекций что региональные организации такие как НАТО, ОДКБ, Евросоюз, ШОС они фактически взяли на себя в регионах Евразии функции, которые вообще-то должны были бы выполняться организации объединенных наций произошло становление новых экономических объединений и после определенной чехарды ранних экономических форм произошло становление Евразес Евразийского экономического сообщества организации Евразийского экономического сотрудничества которая объединяет страны с общим населением более 200 миллионов и общим головым продуктом в 1,7 триллиона долларов но наибольшее влияние на политическую конфигурацию региона сегодня оказывает становление двух таких организаций как ШОС и ОДКБ попробуем разобраться в этом подробнее Шанхайская организация сотрудничества формировалась между 1996 и 2000 годами как система переговоров между Китаем и его соседями Россией, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном по поводу границ делимитации, ликвидации спорных участков после того, как были достигнуты соответствующие соглашения было решено не распускать организацию и Шанхайская пятерка приняв в свои ряды также Узбекистан и став шестеркой стала политической организацией которая затем довольно быстро включила в свой состав ряд стран-наблюдателей здесь на этом снимке уже легко угадывается и зеленый плащ Корзая президента Афганистана и президента Ахматинеджад как всегда без галстука и лидеры Индии ставшие наблюдателями ШОС Сопоставление ШОС должно производиться именно с УДКБ поскольку две эти организации имеют весьма похожий состав Организация договора о коллективной безопасности формировалась на базе договора 92-го года и превратилась в организацию в 2002-2003 годах и тут совершенно однозначно все наблюдатели заметили определенное соперничество и определенный параллелизм между структурами УДКБ и структурами ШОС можно конечно констатировать что для УДКБ характерно все больше акцент на военно-политическую интеграцию а для ШОС все больше акцент на экономические и социальные программы ну в небольшой мере на антитеррористические программы то есть ШОС по-настоящему не берет на себя измерения военно-политической интеграции министр иностранных дел России Лавров в одном из своих выступлений заявил что мы против ненужной конкуренции против создания закрытых клубов барьеров и разделительных линий в регионе имея ввиду именно постсоветский регион душевый СНГ вместе с тем параллелизм параллелизм двух организаций ШОС и УДКБ заставляет задуматься о том как можно было бы профильно разделить сферы их ответственности помятуя о том что у организации договора о коллективной безопасности довольно серьезно изменился характер со времени подписания самого договора после подписания договора произошло дополнение три государства Беларусь, Грузия и Узбекистан и Азербайджан вошли в состав ОДКБ затем в 99-м году когда настало время продления те же три государства также вышли из состава ОДКБ хотя это не были те же государства из состава ОДКБ вышла Грузия вышел Азербайджан вышел Узбекистан который начал систему переговоров с Соединенными Штатами и проявил на некоторое количество лет западную ориентацию в своей военной и внешней политике но когда с 2002 года на базе договора была создана организация договора о коллективной безопасности то вскоре произошло вхождение Узбекистана вновь в эту организацию и семь государств ОДКБ на сегодняшний день составляют достаточно прочный костяк которые сумели создать основы для потенциальной военно-политической интеграции для структуры в отношении которой необходимо впрочем задать вопрос а какова природа ОДКБ говорим мы о единстве семи стран семи народов о таком универсальном интегративном объединении или мы всего лишь говорим о рабочей структуре взаимодействия семи министерств обороны и семи министерств иностранных дел очевидно что если мы начинаем с взаимодействия между министерствами и ведомствами то за последние 2-3 года все больше организации развиваются в направлении универсальной организации которая бы обеспечивала единство самих народов самих политических властей а не только структурных подразделений министерств и ведомств ОДКБ выделило три региона коллективной безопасности которые она берет под свой контроль во-первых это центральная Азия во-вторых это кавказский регион который впрочем ограничен Арменией поскольку из трех государств региона Южного Кавказа Армения Азербайджана и Грузии только Армения входят в ОДКБ и российско-армянская группировка сейчас составляет основу защиты этого региона и наконец восточная белорусско-российская группировка на территории Белоруссии и прилегающих регионов России нетрудно заметить что регионы коллективной безопасности географически не прикасаются друг к другу в чем некоторая сложность обеспечения их безопасности в рамках одной организации в Центральной Азии созданы коллективные силы быстрого развертывания в количестве примерно четырех тысяч наземных сил и до восемьсот человек на авиабазе в Канте со штабом который впрочем развертывается до полного масштаба в 60 с лишним офицеров только в момент учений Россия предоставила три батальона как и Таджикистан для этих сил Казахстан и Киргизстан по два были проведены многочисленные учения как антинаркотического так и антитеррористического характера учения рубежной силе также пограничный характер при этом в ходе учения были осуществлены практические действия по задержанию граждан и транспорта которые перевозили наркосодержащие вещества и наркотики было произведено большое количество задержаний арестов конфисковано значительное количество наркосодержащих веществ и прекурсоров и в целом можно констатировать что складывается целая система элементов системы коллективной безопасности ОДКБ сложная структурированная она включает в себя КСБР коллективные силы быстрого развертывания антитеррористический компонент антинаркотические учения силы элементы группы взаимодействие по линии чрезвычайных ситуаций наконец в октябре 2007 года был подписан после трехлетних переговоров пакет из семи документов по миротворчеству который предполагает среди прочего создание коллективных миротворческих сил в рамках семи государств создана система противовоздушной обороны единый противовоздушной обороны семи государств система прикрытия железных дорог с воздуха большое значение имеет система военно-технического сотрудничества которая включает в себя обеспечение закупок по внутренним ценам государства закупок оружия военной техники обмортирования и закупки по внутренним ценам это серьезное экономическое подспорье это гораздо более дешево чем закупки по мировым ценам в рамках системы военно-технического сотрудничества осуществляется также обучение учащихся из одних государств в военных заведениях других причем речь идет не только об обучении в российских военных академиях но и достаточно больших масштабах перекрестного обучения скажем узбекских военнослужащих в Казахстане казахских в Кыргызстане и так далее в этой же системе мы должны упомянуть и замысел создания горизонтальных объединенных военных систем когда скажем артиллерия России артиллерия Казахстана Кыргызстана соединяется между собой в единую горизонтальную систему то же самое происходит по другим родам и видам войск и упоминались три региональные объединенные военные группировки для которых характерна вертикальная интеграция всех видов и родов вооруженных сил в одном каком-то конкретном регионе при этом только вот эти компоненты а именно КСБР антитеррористические антинаркотические миротворческие силы силы по чрезвычайным ситуациям только они относятся к силам которые работают с так называемыми новыми угрозами и вызовами безопасности остальные компоненты прежде всего горизонтальной объединенной военной системы и региональные объединенные военные группировки относятся к старым угрозам это подготовка традиционная подготовка к отражению внешней агрессии подготовка к внешней большой войне у АДКБ можно констатировать определенную гибридность так сказать многофункциональность она образовалась из соединения десятка стратегий которые сложились в разное время по разным поводам в разных социально-политических условиях и из них сейчас во второй половине 2000-х годов строится медианная общая макростратегия ОДКБ можно констатировать что в развитии ОДКБ есть два вектора есть работа с новыми вызовами и угрозами и другое направление воссоздание общей военной инфраструктуры семи государств создания фактически военного блока эволюция ОДКБ заключается в том что если изначально была заявлена специфика в соответствии с которой ОДКБ будет работать прежде всего в сфере мягкой безопасности с новыми угрозами и вызовами то теперь после принятия плана коалиционного военного строительства до 2010 года и концепции создания объединенных военных систем в рамках ОДКБ создается также военно-блоковый союз традиционного типа чтобы понять получше мотивацию к такому развитию следует заняться арифметикой в мировом масштабе относительно структуры мировых военных расходов из одного и трех десятых триллиона долларов которые на сегодняшний день составляют мировые военные расходы примерно половину составляют военные расходы США при этом прямые расходы Пентагона за 2007 год составили порядка 480 миллиардов долларов а не прямые расходы проведенные по линии министерств науки экономики промышленности инноваций это еще 370 миллиардов долларов если мы сопоставим военные бюджеты военные расходы ряда крупных государств мы увидим что Россия с ее примерно 34 миллиардами долларов военных расходов в год она занимает место где-то между Германией и Италией то есть в общем-то весьма скромное место державы средних размеров если мы сопоставим 480 миллиардов долларов в год военных расходов США и 34 миллиарда долларов в год военных расходов России то понятно что Россия не может претендовать на паритет в военной сфере в том смысле и в том значении на которое она претендовала во времена Советского Союза вместе с тем если сопоставить 34 миллиарда долларов военных расходов России с миллиардом двумястами миллионами военных расходов Казахстана менее чем миллиардом в Узбекистане 52 миллионами в Таджикистане то мы видим что Россия является своеобразным военным гигантом в своем регионе в рамках ОДКБ и совокупные военные расходы стран ОДКБ оцениваются в 38 миллиардов на 2007 год более 40 миллиардов от 40 до 42 на 2008 год вместе с тем эта цифра не сильно отличается от военных расходов России другие шесть государств мимо России вносят не так уж много в эту коллективную военную копилку в то же время вот эта группа лидеров стран НАТО сумели собрать на военные цели порядка 800 миллиардов долларов в год и снова ясно что о прямом паритете ОДКБ военном паритете при таком соотношении военных расходов речи не может в силу этого повышается значимость именно интегративных форм ни одна из стран региона не надеется решить проблемы своей безопасности в одиночку и не имея возможности претендовать на паритет ОДКБ планирует традиционными военными средствами соединения фрагментов бывшей военной инфраструктуры союза развившимися за последние 15 лет ОДКБ планирует решить традиционные задачи коллективной территориальной обороны можно констатировать что ОДКБ представляет собой комплекс разнонаправленных стратегий сложившихся в разное время по разным причинам часто в разной конфигурации сначала как было сказано сложились стратегии противодействия новым вызовам стратегия кризисного реагирования то есть создания КСБР причем напомним что силы КСБР достались ОДКБ из рук СНГ создавались они еще до 2000 года в связи с опасениями по поводу продвижения талибов на север и до событий 11 сентября 2001 года в рамках ОДКБ сложилась также стратегия реагирования на чрезвычайные ситуации и сейчас помимо КСБР ведется формирование единого механизма единых сил семи государств которые могли бы задействоваться в чрезвычайных ситуациях природного и социального характера наконец между 2005 и 2007 годом шли болезненные консультации о том надо или не надо ОДКБ вмешиваться в региональные конфликты и в конце концов был принят пакет по миротворческой стратегии ОДКБ предполагающий создание коллективных миротворческих сил сюда же к стратегиям противодействия новым вызовам относится единая контртеррористическая стратегия организации и организация перенимает у СНГ антитеррористический центр расположенный в Москве антинаркотическая стратегия одна из самых заметных и успехи ОДКБ в деле пресечения наркотрафика из Центральной Азии признанной организацией объединенных наций многие страны в качестве наблюдателей присутствуют сейчас на учениях канал в ходе которых происходит перекрытие каналов поставки наркотиков ОДКБ также сформировало собственную стратегию пресечения незаконной миграции это несколько необычно для организации военного типа заниматься вопросами законности незаконности миграции мирных граждан мигрантов но тем не менее именно незаконная миграция является серьезной причиной возникновения кризисов и конфликтов на территории СНГ и ОДКБ всерьез занялась этим вопросом наконец можно говорить о пограничной стратегии ОДКБ и вот параллельно с этими стратегиями противодействия новым вызовам ОДКБ начинает наращивать и блок политических стратегий таких как политико-дипломатическое согласование позиций и интересов семи государств которые включают систему Совета коллективной безопасности систему Совета министров иностранных дел Совета министров обороны Совета секретарей Совета безопасности государств членов ОДКБ сложилась единая для семи государств стратегия взаимодействия с другими международными организациями в частности перед заседаниями ООН или заседаниями ВБСЕ происходят консультативные совещания стран-членов ОДКБ для того чтобы занять похожие или одинаковые позиции выступать единой группой в других международных организациях и ведется серьезная проработка информационной имиджевой стратегии ОДКБ стратегии презентации организации в мировом общественном мнении но поверх этих относительно новых по типу стратегий накладываются военно-инфраструктурные стратегии ОДКБ которые направлены на создание фактически военно-политического блока традиционного типа это стратегия военно-технического сотрудничества воссоздание горизонтальных военных систем и создание трех региональных группировок сил и средств некоторые исследователи полагают что если отложить в сторону вопросы безопасности Беларуси и Армении то другие пять стран входящие как в ОДКБ так и в ШОС попросту используют эти две организации как разные арсеналы в руках одних и тех же стран часть вопросов решают через ШОС часть решают через ОДКБ однако надо понимать что ОДКБ и ШОС формируются на сегодняшний день как разнотипные организации для ШОС характерна тактика форума где обсуждается политика экономика энергетика но собственно жесткие решения не принимаются и коллективные действия ШОС носят характер скорее мягкого согласования национальных стратегий не более в ОДКБ принята другая манера действий ОДКБ выступает как относительно единый актор который сам по себе заметен на мировой арене секретариат ОДКБ в отличие от секретариата ШОС гораздо более активен и централизован и секретариат ОДКБ обеспечивает координацию не только самих политик государств но и ведет собственную политику политику организации на международной арене как упомянулось в ходе нашей серии лекций три организации НАТО Евросоюз и ОДКБ на сегодняшний день за последние пять лет создали новые силовые элементы региональных организаций это коллективные силы быстрого развертывания ОДКБ это силы реагирования НАТО и силы быстрого реагирования Европейского Союза напомним что и у НАТО и у ЕС мы наблюдаем тенденцию когда скажем из 16 операций Евросоюза проведенных за последние десятилетия только три были проведены в Европе остальные в Африке в Азии в СНГ то есть Евросоюз как и НАТО глобализировал зону своей ответственности глобализация функций и зоны ответственности неизбежно затронуло также и ОДКБ и ШОС в то же время Китай который является ключевым участником ШОС старается не выходить слишком далеко за региональные пределы не брать европейские проблемы безопасности в зону своей ответственности и с этой точки зрения у ШОС хотя и есть лучший потенциал для становления в глобальном масштабе поскольку в нее входят такие глобальные игроки акторы как Китай Россия и качественные наблюдатели Индия ОДКБ занимает более скромную нишу в плане глобальной глобализации и взятие на себя ответственности в глобальном масштабе но вместе с тем надо отметить что ОДКБ имеет инструменты которые могут использоваться за пределами территории стран членов ОДКБ и ШОС как организациям гибридного типа нужны и операции не просто военные нужны операции смешанного составного типа подобные тем которые развиваются сейчас в НАТО и ЕС под названием Operations on the Casp операции на водоразделе на переломе на гребне операции которые могут развиваться как одну так и в другую сторону которые изначально имеют составной характер в них смесь и военных и гражданских и политических и экономических и гуманитарных компонентов ШОС и ОДКБ обеим организациям логично рассматривают себя не только как инструмент стран-участниц но и как инструмент организации объединенных наций для кризисного реагирования неплохо бы если бы они строили совместно с ООН стратегии действий в конфликтных и кризисных регионах это было бы весьма перспективно с учетом того что даже Африканский союз не говоря уже о Евросоюзе и НАТО постоянно предают своим операциям статус подмандатных операций ООН то есть они получают мандат ООН политическое благословение ООН политическую поддержку поручение ООН на проведение тех или иных операций для ОДКБ и ШОС в регионе постсоветского пространства такой потенциальной операцией могла бы стать стабилизация на таджикско-афганской границе или антинаркотический пояс вокруг Афганистана который так и так строит ОДКБ могли бы стать подмандатными операциями ООН и наблюдательные миссии со стороны ОДКБ и ШОС обе организации имеют достаточный запас опытных дипломатов военных участников миротворческих операций ООН для того чтобы осуществлять миссии в конфликтных регионах Вместе с тем надо констатировать что и ОДКБ и ШОС не могут ограничиться работой с внешними угрозами обеим организациям надо осознавать что им не избежать работы с внутренними вызовами безопасности с конфликтами в самих странах членах не стоит поддаваться соблазну все списать на внешние угрозы фактически вызовами безопасности в новых независимых государствах являются и эрозия старых механизмов интеграции таких как СНГ которые распадаются на глазах и негибкость постсоветских режимов особенно в центрально-азиатских государствах и низкое качество жизни статистически констатируемая ООН во многих из стран региона и отсталый характер структуры экономики ряда стран по примеру ООН наций по примеру ОБСЕ организациям постсоветского пространства таким как ОДКБ и ШОС тоже следует развивать механизмы международных мониторинговых наблюдательных посреднических миссий в конфликтных регионах сделаем определенные выводы военная роль региональных организаций в настоящее время заметно растет Евросоюз НАТО и ОДКБ параллельно создали новые инструменты кризисного реагирования их одновременное несогласованное применение в Центральной Азии может создать проблемы безопасности нового типа и Центральной Азии структуры НАТО отвечающие за безопасность постконфликтного регулирования в Афганистане к югу от Афганно-Таджакской границы непосредственно соприкасаются с структурами ОДКБ которые берут на себя ответственность за безопасность к северу от той же самой Афганно-Таджикской границы следует констатировать что часть задачи обеспечения безопасности и Китая и России и стран Центральной Азии и стран Южной Азии включая Индию и Пакистан можно решить только во взаимодействии с внешними акторами с ООН с ОБСЕ с НАТО с Евросоюзом с ООН ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ и другими региональными структурами очень важно не отступать от новых угроз к старым важно избежать соперничества таких гигантов как Россия Китай и объединенный совокупный Европейский Запад за влияние в Центральной Азии поскольку именно там затевается новая большая ядра между международными акторами необходимо совместно обеспечивать противодействие новым угрозам кризисное реагирование и миротворчество в Евразийском регионе следует констатировать что многовекторность внешней политики стран Центральной Азии их параллельная ориентация и на Пекин и на Москву и на Брюссель и на Вашингтон она является вовсе не временной недорешенностью выбора этих стран она является принципиальной позиции этих стран они не заинтересованы в том чтобы сейчас выбрать какую-то одну из политических сил и поссориться с остальными своя кстати говоря многовекторность есть и у России и у Китая и та и другая страна строит своеобразное стратегическое партнерство с США с Западом и та и другая страна имеет прямые механизмы взаимодействия с НАТО с Брюсселем с Евросоюзом и в силу этого вот эта вот многовекторность то есть поддержание на всякий случай взаимоотношений на целом ряде азимутов она осложняет характер военно-политической интеграции в регионе вместе с тем делает его по-своему более плюралистичным а значит и более стабильным ОДКБ больше ориентировано на сотрудничество с организациями скажем так западного типа такими как ОБСЕ НАТО Евросоюз ШОС же преимущественно ориентировано на азиатский круг сотрудничества в силу доминирования в организации китайского видения в силу того что штаб-квартира основной организации расположена в Пекине ШОС уже сформировался как политика дипломатический координационный форум происходит его становление как экономического союза а на очереди пока еще только заявленное но не начатое превращение ШОСа в энергетический клуб но ШОС уже окончательно определился что он не будет представлять собой военный союз и не будет стремиться стать сообществом безопасности которое помимо задач военного союза решает еще и задачи мониторинга конфликтов предотвращения конфликтов постконфликтового регулирования и так далее в результате выясняется что параллелизмы пересечения функций ШОСа и УДКБ на деле не так уж широки работа со старыми угрозами ведется в УДКБ но не ведется в ШОС в то же время наоборот социально-экономические задачи характерны для ШОС но не характерны для УДКБ Балат Нургалиев генеральный секретарь ШОС отмечал изначально ШОС задумывалась как структура способная эффективно обеспечить безопасность сейчас же все больше акцент переносится на координацию и углубление региональной интеграции на решение социально-экономических проблем таким образом в зоне пересечения функций ШОС и УДКБ остаются прежде всего борьба с терроризмом экстремизмом наркотрафиком незаконной миграцией проблема стабилизации Афганистана это не такое широкое пересечение и в этой зоне двум организациям вполне возможно конструктивно сотрудничать и ШОС и УДКБ остаются гибридными организациями но гибридность у них разная УДКБ например сочетает работу со старыми угрозами с которыми должен работать военный союз и работу с новыми угрозами ШОС же сочетает работу с новыми угрозами с социально-экономическим сотрудничеством не ориентируясь на подготовку к отражению традиционных угроз безопасности откровенные глобализации НАТО и Евросоюза заставляет ШОС и УДКБ также частично глобализовать свои изначально региональные повестки дня глобализация влияния при сохранении регионального характера деятельности надо признать более осуществима для ШОС в силу соединения в нем таких глобальных держав как Китай Индия и Россия очень очень важно работая с новыми угрозами и вызовами которые сегодня стали эпицентром для деятельности как ШОС так и УДКБ очень важно не забывать о старых угрозах ядерных войн обычных войн и конфликтов не следует забывать что в окружающем мире у нас все еще более 10 тысяч стратегических и тактических ядерных боеголовок более 500 тонн плутонии из которого которые уже наработаны из которого могут быть произведены дополнительные ядерные боеголовки существуют за пределами военного комплекса запасы в 1800 тонн высокообогащенного урана а каждых 100 килограмм достаточно для производства одной профессиональной или самодельной боеголовки которая может быть использована как в военном комплексе так и потенциальными террористами с этой точки зрения в военной сфере можно считать достаточно ядерных материалов для производства 100 тысяч боеголовок еще 30 тысяч утренных устройств могут быть произведены из материалов которые на сегодня имеются в гражданском секторе когда мы задумываемся о воздействии новых угроз безопасности таких как глобальный терроризм мы должны понимать что любые организации в сфере безопасности должны сочетать в себе работу с угрозами новыми и продолжение работы в сфере контроля над вооружениями разоружения продолжение работы с угрозами старыми таким образом чтобы комплексная работа в сфере безопасности комплексная работа нового типа позволила соединить усилия организации безопасности всемирных таких как ООН региональных таких как ОБСЕ Евросоюз НАТО и организации региона евразийского региона постсоветского пространства таких организаций как Шанхайская организация сотрудничества организации договора о коллективной безопасности Еврозес и других в целом мы понимаем что сочетание старых угроз и новых угроз все еще господствует в Евразии и только серьезное развитие политической интеграции политические усилия самих новых независимых государств работа интегративных структур подобных организаций договору о коллективной безопасности может обеспечить в 21 веке безопасность новой Евразии структур